Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. В еженедельном режиме мы продолжаем рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях. Смотрим новую серию. Для начала коротко о том, что вас ждет в ближайшие 5 минут. Бурты, борты, бугры. Как жители пригородного поселка Барнаула выбираются из снежного плена? Кирпичная и жестяная. Почему под крышей дома своего это было не про них? Первой историей сегодня идет проблема с поселком Спутник. Так вот там жалуются жители-дорожники и не справляются со своими обязанностями. Вот слово самим горожанам. Почему-то, когда при чистке дорог начинается, забирают бурты. Вот видите, как она эта самая. А вон на той стороне, еще выше. А потом, когда прочищать начинает, этот навал полностью собирается, люди подъезжают и пройти не могут. Это сейчас к домам можно подъехать без особых проблем. До этого, уверяет Василий Иванович, полная блокада. Пришлось взять лопаты в руки и своими силами пробивать проезд. Такие манипуляции местные жители, как это ни странно, проводят после визита коммунальных служб. Те с особым усердием прочищают центральную улицу. Да так, что после себя оставляют приличные бордюры из снега, жалуются спутниковцы. Перед Новым годом, как прочистили, и все. И больше они, вот как едут, вот так вот, чах, вот это вот проехали, все собрали. Они вон даже вот там туда дальше, если пройти, вот, есть некоторые дороги, все равно все засыпано. Вот сегодня он проезжал, свежая все. Обратились к чиновникам, к тем, которые ответственны за очистку дорог. Там с доводами жителей, судя по ответу, согласились. Вот только бурты, борты, бугры по-прежнему на месте. Специализированная организация МБУ «Автодорстрой» Барнаула подготовлено и направлено письмо о недопущении заваливания снегом, выездов со старостепенных улиц, сдвигания снега к домам, расположенных на пересечении улиц индивидуальной жилой застройки микрорайона «Спутник». Вот, вот, вот же, вот оно, вот, вот оно, это вот, вот, только не исполняется никак, почему-то. Все дороги в такой ситуации, уверяет юрист Дмитрий Лебедь, все равно ведут все к тем же чиновникам. Уборка дорог, находящейся в муниципальной собственности, занимается как раз муниципальной службой. Для такого, чтобы контролировать их работу, а именно, то есть, если они недоубирают снег или его убираются, допустим, в сторону своей территории, они не вывозят его, что необходимо обращаться либо в администрацию города, либо в администрацию района, чтобы те уже приняли свои меры. Бездействуют, тогда можно смело обращаться в прокуратуру, добавляют юрист. Трещин с каждым днем все больше, надежды на улучшение жилищных условий все меньше. Несколько семей рискуют жизнями, даже просто находясь в своих же собственных квартирах. В здании рушится буквально все, кровля, стена, фундамент. Вот так начинался наш материал про проблемный дом в центре Барновула. А теперь, спустя два года, история получила продолжение. Сразу же, скажем, финал положительный. Вот так теперь выглядит здание по адресу Сибирский проспект 35. Внимание обращает на себя новенькая кровля. Вот такая блестящая, шатровая. На втором месте в рейтинге кирпичная стена. Долгое время на этом месте сияла приличная размеров пробоина. Один из прямоугольных чуть не упал на ребенка, рассказывали жители. Тогда обошлось. Тогда же для безопасности инициативные горожане закрыли тротуар срезанными ветками. При таких разрушениях здания, тем не менее, не было признано аварийным. Мастера, видимо, верили в устойчивость строения. У самих домочадцев на этот счет были более пессимистичные прогнозы. Вся проблема в крыше. Это же, даже, извините, простому обывателю понятно. Если крыша мокнет, намокает стены, дом у нас колодцевый, попадает вовнутрь. Зимой это не видно. Весной это кирпичи аккуратно падают. Горожане из-за угрозы обрушения стены продолжали засыпать жалобами различные инстанции. Если многоквартирный дом имеет уже разрушение в конструкциях, либо имеет признаки аварийности, тогда собственники помещения многоквартирного дома приглашают специалиста, специализированная организация, для того, чтобы те определили процент износа данного многоквартирного дома. После, вместе с заявлением, техническое заключение специалиста подается на рассмотрение межведомственную комиссию при администрации города Барнаулы, которая впоследствии должна вынести заключение. Либо произвести капитальный ремонт дома, либо реконструкцию, либо признать дом аварийным, подлежащим сносом. Так вот, по всей видимости, дождались. И зданию вернулся первоначальный вид. Заодно теперь в таком доме жить гораздо безопасней. Эту историю определим в рубрику «Постфактум». Единственный и главный минус – долго решали проблему. На этом у нас все. 722-301. Это телефон нашей редакции на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб. А этот же номер для тех, кто хочет поделиться новой историей для нашей программы. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова